На России они могут сейчас, у них очень много таких ядерных могильников, не только ядерных, химических, там после Советского Союза остались горы, там этих могильников, у нас, кстати, их тоже немало на территории Украины. А вот в России там в разы больше, потому они сейчас могут где-то в районе Харькова, где-то в районе действия российского, русского добровольского корпуса подорвать какой-нибудь из этих могильников, повесить это все на РДК. Да, у них же проблема не повесить на украинскую армию, у них уже другая проблема, повесить на вот этих вот, на этих ребят, которые занимаются уже зачисткой России от российского, от этого китайского оккупационного режима, которым Путин руководит. Они на них, они хотят их перевести в режим террористов, химических, ядерных террористов, для того, чтобы не дать этому ростку новых земель России как-то выбиться. Потому, не исключая такой возможности, больше 20 лет назад они там чуть ли не десяток десятиэтажных домов взорвали своих, сами себя повзрывали, вот этот рязанский сахар из-за этого, вот тут Белгород бомбили фабами-пятисотами для того, чтобы повесить на кого-то. Взрывы домов повесили тогда, чтобы Путин в власти пришел на чеченцев, сейчас бомбы, которые сбросили на Белгород, повесить на украинскую ВСУ, потом, видать, догорели, что у нас бомбы туда не долетят, потому уже пришлось на себя брать. Ну, а взрывы ядерных и химических отходов попытаются повесить на оппозицию, на такую вооруженную оппозицию. Это россияне, но это все для внутреннего потребления, то есть для того, чтобы как-то погасить, с одной стороны погасить ростки эти, новые поросли, а с другой стороны все потянет на Россию. Перемещение воздушных масс таково, что все, что бы ни случилось в Украине, все, что поднимается где-то до 12, с 8 до 12 тысяч метров, оно все тянет струйными течениями, тянет в Россию, потому они там сами до Урала будут выгребать все это ядерное мусор, мягко так скажем. Это сами себе выстрелят в голову, но у россиян там еще за Уралом несколько тысяч километров площади России, потому они думают, что там отсидятся. Посмотрим за действиями, а это все в руках сейчас именно россиян, они могли это сделать 10 лет назад, могут сделать сейчас, могут сделать через 10 лет, оно же дурное, что угодно могут сотворить.